Всем привет! Вы на канале WorldSpace, я Владимир. Я Алиса. И сегодня у нас видео посвящено теме, сколько денег нужно на покупку недвижимости, помимо стоимости самой этой недвижимости. Напоминаем о нашем телеграм-канале, в котором мы публикуем разную полезную информацию, которую вы всегда можете забрать себе, а также делимся, где мы делимся событиями из своей сельской жизни, разными приколами, мелами, связанными с жизнью в Сербии, актуальными новостями. Там всегда открыты комментарии, где вы можете добавлять что-то свое, поправлять нас, если где-то мы ошиблись, были некорректны, давать нам советы и, конечно, критиковать. Почему нет? Ну ладно, про телегу рассказали, переходим к видео. В общем, когда мы покупали дом здесь, в Сербии, то по пути узнавали, сколько денег мы должны заплатить то-дам, то-сям, так как в интернете какой-то адекватной информации, где было бы собрано все воедино, просто не смогли найти. Вообще в интернете очень мало информации про Сербию, поэтому подписывайся на наш телеграм-канал. Ну а теперь мы с вами прошли все и решили собрать все воедино у нас на Канаде для облегчения жизни переезжающей. Текстовый вариант видео вы всегда можете найти в нашем телеграм-канале. Сразу оговоримся, что цифры озвученные, они будут отличаться в зависимости от региона, стоимости недвижимости, расценок банков. Но общее представление вы составите. Итак, первое, что придется оплатить, это услуги нотариуса. Размер гонорара нотариуса зависит от стоимости квартиры или дома. Ознакомиться с тарифом для каждого конкретного случая можно по ссылке, которую мы оставим в телеграм-канале. Для примера, вот можем привести пример, для примера, тавтология, тавтолога. В общем, для примера, при покупке объекта за 50 тысяч евро выложить придется 30 тысяч динар. Да, это гонорар нотариуса за всю сделку, которую он будет проводить. Если вы покупку совершаете, не используя услуги агентства с русскоговорящими риэлторами, то придется еще оплатить услуги свидетелей. Это вот владеющих и русским, и сербским языком. Это 2,5 тысячи динар за одного свидетеля. Требуется два свидетеля на сделке. Некоторые агентства недвижимости без русскоговорящих риэлторов также возьмут в отцвад деньги за эту услугу. Но обычно нет. Но бывает, что бегут. Также необходимо оплатить судебного переводчика, который будет переводить для вас речь нотариуса, а также переводить документ купли-продажи. Стандартный тариф – это 50 евро. Ход 50, я бы сказал. Да. Услуги адвоката по составлению договора 150-300 евро в зависимости от сложности сделки. В среднем это 200 евро для тех, кто совершает сделку без участия агентства недвижимости. Ссылку на расценки за работу адвокатов найдете в нашем телеграм-канале. Также в расходы можно отнести оплату SWIFT-перевода, если вы совершаете трансграничный перевод. Зависит это от банка, который будете использовать, например, Райфайзенбанк. Если вы из РФ, это, можно сказать, единственный банк, который остался для этой цели. В общем, например, Райфайзенбанк – это 300 евро за одну транзакцию и максимальная сумма SWIFT-а 20 тысяч евро. То есть придется совершить несколько транзакций в зависимости от стоимости вашей недвижимости. И в комментариях исправьте нас, если что-то изменилось. В других банках могут быть другие расценки. Плюс еще также оплата конвертации валюты, если вся нужная сумма у вас уже давно не хранится в евро. На вашем счету это такое вот редкое явление. Да, что вам придется рубли в евро перевести прямо вот онлайн. Да, опять же, если мы ошибаемся, комментарий. И если перевод вы совершаете на счет продавца с заранее открытого вашего счета в сербском банке, то это стоит около 40 евро за оказание такой услуги. Так как перевод с вашего нерезидентского счета может осуществить только операционист в отделении банка. Именно поэтому придется заплатить за услугу. Все расходы по оформлению недвижимости несет покупатель. Но по договоренности между сторонами сделки возможны и иные варианты. Но чаще всего на практике платить будет покупатель. Следующее, что придется оплатить. Налоги и сборы на недвижимость в Сербии. Кадастровый сбор. 5400 динар. Налог на перенос абсолютных прав. Это 2,5% от оценки стоимости недвижимости. Стоимость конкретного объекта здесь устанавливается налоговой службой, а не как написано в договоре. Узнать о сумме вы сможете в течение двух недель после заключения сделки. Да, придет такая вот бумага. Если это через агентство недвижимости вы покупали, то, как правило, они вам об этом сообщат, что бумага пришла. Но чтобы хотя бы прикинуть, сколько денег готовить, отсчитайте 2,5% от стоимости объекта, которое в договоре. Но из налоговой сумма придет меньше. Но намного ли? Это уже другой вопрос. Порой бывает больше. Эта тема уже отдельную видео, мы запишем его для вас. Так вот, по закону данный налог платит продавец. Но по усыновившимся традициям покупать. Так что платить будете вы. Тут нет смысла кого-то тыкать в закол. Здесь свои правила как-то так. В случае, если вы покупаете квартиру у инвестора, то вместо налога в размере 2,5% платите НДС в размере 10% от стоимости квартиры. Покупаете гараж 20% от стоимости гаража. Гражданам же Сербии, которые первый раз приобретают недвижимость в собственность, этот налог возвращается. Иностранцам нет. Следующее, на что готовить денежки, это оплата уступ риэлтора, которая составляет 3% от стоимости недвижимости, но не менее 1000 евро. Теперь давайте рассмотрим итог разных вариантов для визуального примера. Например, кейс. Покупка дома от частного собственника стоимостью 50 тысяч евро через агентство недвижимости. Переводом средств через Райфайзенбанк. Почему Райфайзенбанк? Потому что здесь пользуются чаще всего именно им, так как отделение Райфайзена есть здесь в Сербии. И чуть ли не единственный банк, который открывает счета россиянам, банк-штодионница, и корреспондент у него именно тоже Райфайзен. И Райфайзен на Райфайзен. А остальные банки на Райфайзен проблематично будут сделать. Итого, обязательных сопутствующих расходов составляет 250 евро нотариус, плюс 50 евро переводчик, плюс 900 евро свиф, плюс 50 евро кадастровый сбор, плюс 1250 перенос собственности, возьмем по максимуму, плюс 1500 евро услуги риэлтора. Итого 4000 евро. Пример. И второй кейс – это покупка того же дома от частного собственника, также стоимостью 50000 евро, но уже самостоятельно не обращаясь в агентство недвижимости с переводом средств, также через Райфайзен. Получается 250 евро нотариус, 50 евро переводчик, 200 евро юрист, 40 евро оплаты свидетелей, 50 евро кадастровый сбор, 1250 евро за перенос собственности, опять же, по максимуму взяли здесь, и 900 евро свиф и дало 3740 евро. Ну смотрите, цена ниже, сможете найти проверенного юриста и свидетелей со знанием русского и сербского, а также судебного переводчика, отлично сэкономите. И, наконец, третий кейс – покупка недвижимости от инвестора с теми же вводными. Стоимость объекта 50 тысяч евро самостоятельно, не обращаясь в агентство недвижимости, перевода через Райфайзен. И получается у нас здесь что? 250 евро нотариус, 50 переводчик, 200 юрист, 40 оплаты свидетелей, 50 кадастровый сбор, 5000 евро за перенос собственности, плюс 900 свиф, итого 6,5 тысяч евро. Для тех же, кто купил недвижимость ранее и решил ее продать, налог на капитальную прибыль составит 15% от разницы в цене приобретения продавцом недвижимости и суммы ее последующей продажи. Он одинаков как для граждан Сербии, так и для иностранцев. При этом, если недвижимость собственности более 10 лет, то платить этот налог вам не надо. Да. Также не забывайте, что придется платить ежегодный налог на имущество и землю, который составляет от 0,2 до 1%, в зависимости от региона и зоны, в которой находится недвижимость. Платит этот налог собственник недвижимости. Заранее взять и рассчитать нельзя, слишком много вводных неизвестно. Об этом вы узнаете в налоговом органе через 2 месяца после того, как принесете туда договор о купле-продаже. Но для общего примера. Полный годовой налог на трехэтажный дом в пригороде Лознице, Западная Сербия, с жилой площадью 280 квадратных метров, составляет примерно 8 тысяч динар. Это примерно 68 евро. Ну, а на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, чтобы поощрить на свое внимание. Ну, или дизлайки, пишите комментарии, чтобы мы понимали обратную связь, что нам может стоит поменять и оставить все как есть. Для желающих можете воспользовать функцию Суперспасибо или наш Бусти, чтобы поддержать наш канал. Обратная связь также в комментариях или через указанную почту под видео. Там же ссылка на телеграм-канал и тикток. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.